Ткачество на дощечках Я покажу только самый простой прием У нас всего одна встреча посвящена этой теме Но те, кто заинтересуется этой технологией, смогут найти еще множество разных способов создать интересные креативные изделия Или копии старинных или даже древнерусских изделий Итак, дощечки Их называли также досточки, топки, таблички, пластиночки В любом случае смысл сводился к одному Это был кусочек дерева, либо даже керамики, в котором делались отверстия И с помощью этого очень простого инструмента можно было изготавливать тесьму, пояса, тканы Изделия иногда достаточно серьезной ширины Все зависело от количества дощечек Архаичные дощечки выглядели, вероятно, приблизительно так У них было всего два отверстия Иногда они изготавливались из керамики И даже есть такие находки, где просто в кусочке черепка сделаны два отверстия для ткачества Это самый простой вариант Также могли быть отверстия в пластиночке роговой, допустим, если это была состоятельная достаточно ткачиха Или в кусочке дерева Но, конечно, деревянные инструменты сохраняются хуже всего А вот уже в XVIII, XIX, XX веке активно использовали исключительно деревянные дощечки И были они уже с четырьмя отверстиями Это самый распространенный на сегодняшний день вариант Такие дощечки использовали еще в древнерусский период И он дожил до наших дней Наверное, как самый удобный Впоследствии были дощечки и с шестью отверстиями, и с восемью Но они не так удобны для работы Почему их называли топками? Есть такая версия, что когда дощечка приходила в негодность Ее просто бросали в печку для растопки А что же делают современные мастерицы? Где они берут такие дощечки? Ну, в первую очередь, популярная сейчас лазерная резка Позволяет дешево и быстро изготовить нужный инструмент И сделать его достаточно тонким Толщина дощечки – очень важный фактор Чем тоньше дощечки, тем больше их помещается в руках Значит, соответственно, и ширина тканового изделия может быть больше Еще один простой и доступный вариант – это пластик Можно даже саму изготовить такую дощечку Пронаждачить края и сделать отверстие нужной ширины Ну и самый простой вариант – это старая пластиковая карточка В которой можно сделать отверстие с помощью дырокола Такие дощечки тоже вполне годятся для работы Самое главное – сделать закругленные края Чтобы они не резали ниточки Помимо самих дощечек, нам для ткачества понадобится Нож-бральница, который поможет сделать изделие более плотным Аккуратно подбить после каждого поворота Вы сейчас увидите, как это делается Нам понадобится челночок, чтобы намотать уточную нить Мы будем такие челночки использовать и при ткачестве набертышки Ну и также в большинстве случаев мастерица привязывает тканые изделия к поясу И использует специальную пряжку, чтобы закрепить на поясе свое изделие В данном случае мы будем работать на столе, чтобы вам лучше было видно Поэтому пряжку мы использовать не станем Итак, приступаем к работе Прежде чем заправлять дощечки, мы должны определиться Какой орнамент будет на нашем изделии Самые простые древние орнаменты, которые можно было изготовить даже на дощечках с двумя отверстиями Это косая линия, шахматная доска или шахматка Иногда именуемая в просторечии лесенка, то есть поперечные линии Более сложный орнамент Крест-ромб также часто использовался, особенно у вятичей Я предлагаю вам попробовать орнамент шахматная доска Который также продолжали использовать и в этнографический период И который является двусторонним, то есть подойдет и для тесьмы, и для пояса К сожалению, если вы занимаетесь ткачеством, вам придется постоянно считать Пока это дощечки и бердышка, количество нитей не такое уж большое А вот когда мы перейдем к ткачеству на ткацком стане, придется считать уже не десятками, а сотнями В данном случае мы возьмем всего лишь восемь дощечек Восемь дощечек, в каждом четыре отверстия Соответственно, по четыре нити на каждую дощечку Это означает, что нам нужно 32 нити Мы должны сразу продумать, каким будет наш орнамент Мы возьмем нити неярких цветов Для того, чтобы такое изделие мог надеть, например, кто-то, кто занимается исторической реконструкцией Ведь старину красили не такими яркими анелиновыми красителями, как, например, в начале 20 века А естественными красителями, травой, корой деревьев, коренями и так далее Поэтому у нас три оттенка коричневого цвета Но, предположим, по краю у нас будет идти вот такой, ну скажем так, серый оттенок Это означает, что на две дощечки нам нужно восемь таких серых нитей Затем мы будем заправлять по две нити разных цветов в дощечке Для того, чтобы у нас получился контрастный орнамент Мы возьмем вот эти светлые и яркие терракотовые нити По две нити светлые и по две терракотовые в каждую дощечку Это будет, считаем вместе, шесть дощечек по две ниточки Двенадцать нитей каждого цвета Итак, восемь серых, двенадцать светлых и двенадцать терракотовых Теперь мы можем приступать к снованию Что значит сновать? Значит, готовить основу для ткачества Конечно, вначале многие мастерицы начинают сновать каждый цвет отдельно Но мы будем готовить все нити вместе Мы же запомнили цифры Значит, мы можем сразу же с трех клубков начинать сновать Что можно использовать для снования? Очень удобен, например, край стола Ведь нам нужны нити одинаковой длины Мы можем поставить две табуретки, допустим, или два стула И сновать от одного до другого Но в старину мастерицы использовали специальные сновалки Либо просто вбивали гвоздики в стену избы И сновали между ними Шесть Семь Восемь Здесь мы можем с серой ниточкой расстаться Поскольку мы должны были основать их восемь штук Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Итак, наша основа готова Для того, чтобы основа не путалась Часто ее собирают в косицу Как это делается? Если вы умеете вязать крючком Для вас это будет очень легкая задача Это то же самое, что делать воздушные петли Если вы не умеете этого делать Я покажу подробно, как можно собрать в косицу Часто я ее делаю вот таким образом Продеваю сюда руку Затем вытаскиваю в отверстие Таким образом, мы можем хранить основу и быть уверены, что она не перепутается Особенно это важно Когда мы готовим основу под катский стан 200-300 нитей Мы легко можем собрать в косицу Переносить Заправлять и так далее Итак Теперь мы должны заправить основу в наши дощечки Разрезаем ее Часто мастера для заправки используют крючок Но в данном случае отверстия очень большие Так что крючок нам практически ни к чему Это можно собрать Две дощечки крайние У нас являются Итак Две крайние дощечки мы заправляем исключительно серыми нитями Важно, что мы должны вставлять ниточки только с одной стороны в дощечки Начинающие часто допускают такую ошибку Они вставляют нити как попало Они должны как бы идти в одном направлении Проследите за этим, если вы ткете впервые Для того, чтобы наши дощечки не разбежались И ниточки не выскользнули А, например, у меня дощечки очень гладкие Уже отполированные руками И нити в них очень свободно движутся Можно закрепить вот эти четыре ниточки Свободным узелочком Просто, чтобы пока наша дощечка не сбежала После этого мы переходим к следующей дощечке Заправка отнимает не так уж много времени Когда вы уже к этому привыкли В интернете есть множество схем для ткачества Обычно в этих схемах показывается положение дощечек И цвета нитей Порядок, в котором они заправлены в отверстие Я показываю вам совсем простой орнамент Который можно освоить без специальной схемы Теперь мы переходим к следующей дощечке Вы помните, что в каждой будет заправлено Две светлые и две таракутовые нити В этом случае мы используем простую заправку 2х2 Она является универсальной Меняя положение дощечек Мы можем буквально с одной заправки Соткать и другие орнаменты И крест-ромб, допустим И косую линию И даже можем соткать буквы Именно на этой заправке 2х2 Что здесь важно Наши светлые ниточки Должны находиться рядом И ниточки другого цвета Тоже должны быть рядышком И никак не по диагонали И теперь нам понадобится немного терпения Для того, чтобы одинаково заправить Все оставшиеся дощечки Не забываем завязывать узелочек Чтобы наши дощечки и ниточки не разбегались Для начинающих это очень важно Все дощечки заправлены Теперь мы должны собрать вместе все ниточки Мы можем наконец-то распустить наши волшебные узелки Сложить на равной длине их И если мы предполагаем сделать пояс с богатыми кистями Мы должны об этом подумать уже сейчас То есть оставить не маленький хвостик А достаточно длинный Если вы хотите сделать пояс с кистями Которые будете монтировать отдельно Значит вас не должна беспокоить Длина вот этих вот технологических концов Мы соберем все эти нити вместе Если бы я собиралась ткать с помощью пряжки Значит сейчас я их привязывала бы к пряжке Но мы будем использовать стол Для того, чтобы вам было хорошо видно, как я тку Обычно я закрепляю, если это не широкая тесьма Вот таким одним узелочком Всю основу Еще раз давайте вспомним о том, что это нити основы И нам еще понадобится нить уточная Только в ткачестве различается основа и уток Если основа и уток не различаются, значит это плетение Итак, узелок на пальчик, как я его называю Иногда его называют узелок-клевер Одним словом, простой крепкий узел И наша основа готова Но это еще не все Нам нужна уточная нить Какого цвета она будет Это зависит от того, какие нити мы используем по краям В большинстве случаев стараются брать уточную нить Точно того же цвета Хотя случается, что это нить другого цвета И это используется даже как дополнительное украшение в поясе То есть такие похожие на жемчужники Допустим, могут быть белые точки, если я возьму белый уток Или красный, если уток будет красным В плотном ткачестве на дощечках уточная нить не видна Только по краям В данном случае мы возьмем вот такую серую нить Итак, готовим уточную нить Итак, мы готовим уточную нить Уточная нить должна быть в несколько раз длиннее изделия Во сколько раз, это зависит от того, какой ширины у вас будет изделие У нас достаточно тонкая тесьма, поэтому достаточно было бы и в два раза длиннее Но я немножечко с запасом готовлю уточную ниточку Но есть еще одна особенность у дощечек Нити основы очень сильно сокращаются в процессе работы Если вы сновали 4 метра А пояс у вас получился длиной в 3 метра с небольшим Это совершенно нормально Дощечки в процессе работы вращаются И длина нити сокращается Учитывайте это, когда вы снуете основу Обязательно добавляйте Даже на маленькое изделие Хотя бы сантиметров 20 Я использую очень простой челночок в данном случае Изготовленный с помощью лазерной резки Но формы могут быть самые разные Иногда можно использовать даже просто линейку Выбрав с двух сторон небольшие вот такие вымочки Как намотать уточную нить? Можно таким образом Можно сделать в перехлёст Главное, чтобы она хорошо держалась И не скальзывала в процессе работы Все остальное вы узнаете в процессе практики У каждой мастерицы есть свои секреты Свои предпочтения Но в этом-то и прелесть Наконец мы можем остановиться Ну вот, теперь все готово К работе Нити заправлены, основа натянута Я натянула ее именно таким образом Для того, чтобы вам было очень хорошо видно Что и как я делаю Далее мы устанавливаем дощечки В нужном порядке Когда вы столкнетесь со схемами в интернете Вы увидите обозначение положения дощечек С и Z Откуда взялось это выражение? Если посмотреть на дощечку сверху Вы увидите, что она может быть повернута Как в одну сторону Так и в другую И в этом случае нити как бы рисуют нам Вот эту вот латинскую букву С или Z В данном случае Поскольку мы делаем орнамент Шахматная доска У нас будут дощечки располагаться Как бы попарно Обратите внимание, как я это делаю Здесь легко провести параллель Как в зеркальном отображении Они обязательно должны смотреть в одну и ту же сторону Очень легко проверить Не сбились ли дощечки в процессе работы Когда мы смотрим и сравниваем Как расположены светлые нити или темные Не забывайте проверять Как расположены ниточки в дощечках В процессе работы Если вы ткете впервые Это поможет вам избежать ошибок Итак Две первые дощечки мы расположили Вот таким образом Для того, чтобы у нас получился орнамент С чередующимися галочками Назовем их так Нам нужно следующие дощечки Установить в другое положение Тоже, как в зеркальном отображении Но наоборот Если в предыдущих светлые нити Располагались внизу То здесь у нас светлые нити Будут располагаться вверху И две следующие дощечки Мы устанавливаем Как те, с которых мы начинали То есть у нас будут светлые нити внизу Давайте еще раз посмотрим Как расположены наши дощечки Первая пара Светлые нити внизу Вторая пара Они смотрят друг на друга И светлые нити вверху Третья пара Снова смотрят друг на друга И светлые нити опять внизу Осталось установить Две крайние дощечки С серыми нитями Мы можем их развернуть Так, как нам нравится Самое главное Чтобы они были расположены Одинаково Некоторые мастерицы Работая крайние дощечки Вращают постоянно в одну сторону Для того, чтобы не были видны Повороты на тесьме Иными словами Чтобы она выглядела аккуратнее Внимательно изучив Фотографические образцы Я выяснила, что в большинстве случаев Мастерицы все-таки вращали Все дощечки одновременно Когда мы вращаем все дощечки Одновременно У нас получается Простой заправочный орнамент Что значит заправочный? Значит он напрямую зависит от того Как мы заправили нити В дощечки Итак, наши дощечки готовы к работе Мы начинаем ткать В большинстве случаев Начинают ткать от узелка Наш узелок сейчас Достаточно далеко Этот технологический конец Будет у нас впоследствии Кистью пояса И начну я ткать так Чтобы вам было хорошо видно Как происходит ткани образования Самый первый Очень важный этап Мы должны ниточку уточную Завязать За одну из нитей основы Впоследствии Это сделает более долговечной Вашу работу Я закрепляю всегда Тремя узелками Дощечки наши установлены Уточная нить готова к работе Итак, мы готовы Свершить первый шаг Все дощечки поворачиваются одновременно Как это сделать? Удобнее всего брать их за ребрышко Вот таким образом И все сразу поворачивать в одну сторону Если дощечки достаточно легко перемещаются Работать вам будет просто Они повернутся без проблем Мы их можем покатать в одну В другую сторону Для того, чтобы ниточки хорошо разобрались Тем более, что в данном случае Я работаю с чистой шерстью Которая очень легко сваливается И спутывается Затем Мы немножечко утягиваем Уточную нить И отправляем челночок обратно Я всегда сравниваю челночок с уточкой Которая ныряет И появляется с другой стороны Это помогает избежать ошибок Очень часто, когда человек работает впервые Он проводит в одну сторону Уточную нить внутри А в другую пытается перебросить ее через верх А мы всегда говорим Уточка ныряет и выныривает с другой стороны И, наконец, нож бральница Для чего он нужен? Для того, чтобы уплотнить тканые изделия Это очень важный этап Дело в том, что от плотности Зависела долговечность изделия Конечно же, ниточка ценилась высоко Особенно, если она была окрашенная Пояс должен был прослужить много лет И потому мастерица стремилась Сделать его как можно прочнее Итак, покатав наши дощечки В одну и в другую сторону Я разбираю ниточки Натягиваю уточную нить И снова подбиваю ножом бральницей Теперь можно уточную нить Перебросить обратно Мы снова поворачиваем все дощечки Одновременно Какими бы хорошими ни были дощечки В первое время они все равно будут перетирать и рвать нить Не переживайте В процессе работы все это изменится Дощечки привыкнут к вам Вы привыкнете к ним И у вас будут получаться замечательные изделия И все ниточки перестанут рваться Итак, мы прибросаем уточную нить Подбиваем ножом бральницей У меня очень простой ножик бральница Но удобен тем, что его можно повесить на руку В процессе работы Есть находки по Тульской губернии ножей Иногда они были достаточно тяжелые Почему? Потому что чем тяжелее такой ножик Тем плотнее и качественнее получается изделие Поворачиваем наши дощечки Покатали их туда-сюда Разобрали ниточки Натянули уточную нить И, конечно, обязательно подбили И так вы видите, что у меня начинает появляться тесемочка На самом деле, конечно, работа ведется значительно быстрее в идеале Я сейчас очень подробно показываю каждый шаг Для того, чтобы вы смогли это повторить дома Если у вас будут вопросы Конечно же, вы можете обратиться Мы обязательно ответим Например, в группе нашего музея Или в комментариях Так, я снова поворачиваю все дощечки вместе Разбираю ниточки Если вы ткете впервые Я не советую вам использовать чистую шерсть Эта ниточка капризная Легко перетирается И спутывается Если вы совершите ошибку Вы не сможете вернуться назад Попробуйте использовать какую-нибудь легкую хлопковую нить Возможно, полушерстяную с акрилом И только когда уже вы привыкнете И к инструментам И к этой работе Вы сможете взять нить посложнее Так Снова наши дощечки поворачиваются Если какая-то из дощечек В процессе работы У нас выскользнула Мы всегда можем проверить Помните, да? Как это будет выглядеть В зеркальном отображении Вот таким образом И проходит работа Очень важно, чтобы нити основы были хорошо натянуты Равномерно Крепко держались Вы спросите К чему же можно их привязать? Хорошо, один конец мы привязываем к поясу А второй Очень многие мастерицы Проживающие в городских квартирах Любят привязывать нити основы к батарейке На самом деле Если в старину Женщина могла просто вбить гвоздик в стену дома Теперь мы можем применить Различную мебельную фурнитуру Дверные ручки, допустим И так далее У городских мастериц На самом деле Достаточно богатый выбор в этом вопросе Самое главное Чтобы нити были хорошо натянуты И крепко держались Можно использовать струбцины на столе И ткать так, как ткую сейчас я Хотя это не совсем, на мой взгляд, удобно И еще вынуждена вас предупредить Об одной особенности Если вы привязываете основу к талии К поясу Возможно, у вас заболит через некоторое время От качества спина Вот рекомендую вам поберечь свое здоровье Либо взять очень широкий пояс И постоянно его перемещать на разный уровень Либо привязывать, допустим, не к талии А, предположим, к ручке стула К спинке стула Одним словом, постараться Эту нагрузку каким-то образом Распределить Вот у нас уже формируется Такая тесемочка Почему орнамент называется шахматная доска Легко догадаться Он действительно похож на шахматную доску То есть здесь у нас чередуются светлые И вот такие вот коричневые Галочки Вот И орнамент этот, как я уже сказала Инверсионный Вусторонний То есть если мы посмотрим на обратную сторону Мы увидим точно то же самое Вот И еще один очень важный момент Пока мы работаем Другая сторона нитей Закручивается И закручиваться она будет Постоянно И возможно вы придете к тому моменту Даже наверняка придете Когда у вас совершенно скрутится основа с другой стороны И вы не сможете поворачивать дощечки Что же нам делать в этом случае Предположим, у вас осталось Место всего на несколько шагов Основа перекрутилась В этом случае мы можем просто развернуться Развернуться Наверное, вы заметили, что я постоянно поворачивала дощечки Как бы от себя Вот в эту сторону Теперь, если я хочу сделать поворот Главное выбрать достаточно корректный момент Допустим Я подожду Когда начнутся вот эти вот темные линии по бокам Проброшу точную нить Как и в предыдущие разы А потом Начну вращать дощечки В другую сторону Как я уже говорила до этого Можно сделать так Чтобы вращать крайние дощечки Всегда в одну и ту же сторону Это сделает ваше изделие еще более аккуратным Но это потребует от вас дополнительных усилий То есть вам придется Либо постоянно раскручивать крайние нити Либо привязывать их, например, к пуговице Есть такой выход Или к специальным таким рыболовным приспособлением Для того, чтобы не раскручивать вручную Вот я выполнила поворот Вы видите, что чисто зрительно Со стороны Его заметить очень сложно Большинство этнографических орнаментов Рассчитаны на то, что вы сможете легко повернуть И это не будет заметно И теперь мы можем работать уже в другом направлении Наша основа сама собой начинает раскручиваться А тесемочка никоим образом не пострадала И не забываем проверять положение наших дощечек Потому как они очень хитрые И умудряются вертеться в разных направлениях Хочу обратить ваше внимание Что сейчас я делаю достаточно простой архаичный вариант На 8 дощечках Но есть этнографические образцы Которые ткались на 30, на 40 и более дощечках Как мастерица с этим справлялась Конечно, проще всего в этом случае работать Привязывая дощечки В какой-то статичной основе Например, так же, как я И на какой-то поверхности Как стол или стул Их устанавливать Чтобы они не разбегались Если вы прекратили на какое-то время работу И хотите оставить дощечки Я вам рекомендую не бросать их просто так А допустим, пропустить через отверстие спицу Или какую-то крупную булавку застегнуть И тогда вам будет проще всего продолжить работу в следующий раз И еще одна особенность Очень рекомендую вам всегда оставлять Уточную нить с правой стороны И это поможет вам избежать каких-либо сомнений Когда вы оставили надолго работу А затем приступили к ней снова Вот таким образом И ткут на дощечках Досточках, табличках, топках Орнамент, который мы с вами осваивали Использовали с древнейших времен Вплоть до 20 века Вот, например, реплика этнографической тесьмы Из фондов Музея-заповедника Куликово поле Были орнаменты, конечно же, и более сложные Например, есть пояс Очень похожий в сущности на предыдущую тесьму Но достаточно яркий и выразительный А вот реплика Тоже пояса из фондов нашего музея Но изготовленного не из шерсти, а уже из шелковых нитей Чем больше дощечек мы используем, тем шире у нас получается тканые изделия Например, вот такая тесьма украшает одну из панев в фондах нашего музея Как видите, здесь уже достаточно большое количество дощечек используется Но это все простые заправочные узоры А можно сделать и более сложные вещи Можно ткать перебрасывая дощечки через верх Можно сочетать разнофактурные нити Хотя некоторые мастера не советуют это делать Но мне очень нравится, когда мы сочетаем, например, лен и шерсть У нас получаются достаточно объемные узоры А можно даже ткать буквы Все это вопрос времени и мастерства Очень надеюсь, что вам хватит терпения освоить эту технологию Можно делать не только копии этнографических образцов Но делать и современные, необычные изделия Например, ручку для этой сумки я изготовила на дощечках Используя меланжевые нити Так, сегодня мы с вами познакомились с очень интересным Необычным и долговечным, несмотря на его хрупкость Инструментом для ткачества Который у нас в Тульской губернии называли досточки Ну а больше он известен как дощечки или таблички Как я уже говорила, у нас всего одно занятие посвящено этой теме Но вы можете найти на просторах интернета Множество разных вариантов А следующая наша встреча будет посвящена ткачеству набердышки